Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова День рождения буквы «Ё» отпраздновали в Москве и Московской области. Мастерская «Лапты» – всероссийское движение любителей народной игры объединяет поколения. А теперь подробнее об этих и других новостях. Лучший в своем деле – девятый международный конкурс педагогического мастерства «Хрустальная чернильница» прошел в Минске. Нашей съемочной группе удалось побывать на мероприятии и вспомнить школьную программу. Здесь, в Минске, в общеобразовательной школе номер 70 проходят открытые уроки финалистов конкурса. В этом году они посвящены писателю, переводчику и военному корреспонденту Константину Паустовскому. Об одном из самых лиричных и тонких писателей русской литературы должны рассказать 12 преподавателей, вошедших в финал конкурса. Все они приехали из самых разных стран – России, Белоруссии, Казахстана, Италии, Украины, Узбекистана, Кыргызстана, Белоруссии. Всего на первый этап конкурса, который проходил в онлайн-формате, поступило свыше 200 заявок из более чем девяти стран мира. Мероприятие вот уже на протяжении девяти лет проходит при поддержке фонда «Русский мир». Не все смогли приехать, те, кто заявлялся в конкурс, но многие приехали. И в этом конкурсе он оправдывает название международного. Лучшие уроки представлены, очень авторитетные жюри, в которые вошли победители прошлых лет. Никто из наших победителей прошлых лет не потерялся. Они все продолжают работать на благо воспитания детей, на лучших произведениях русской литературы. Давать открытый урок перед строгим жюри из совершенно незнакомой аудитории детей – задача не из простых. Но учителя справились с этим заданием на твердую пятерку. Когда входишь в контакт с детьми, то вот эти все волнения, переживания, они как-то уходят на задний план. Мы вот с коллегами обсуждали, что ты видишь только детей, а жюри, которые должны тебя оценивать, твою работу, ты их вообще не замечаешь. Программа пребывания участников и членов жюри конкурса была наполнена не только рабочими мероприятиями, но и историко-культурными. Одним из самых ярких событий стала торжественная церемония передачи капсулы с землей и оригинала смертного медальона солдата Николая Антоновича Абрамчука. Церемония состоялась в храме-памятнике в честь всех святых в Крипте. Волнуюсь в этом году меньше, чем в 2019-м, когда я была в роли конкурсанта, но я понимаю, какая сейчас огромная ответственность лежит на мне. То есть тогда эта ответственность лежала на мне только о Сибири. Я волновалась, да, сейчас я волнуюсь, честно, обо всех девчонках, которые представляют разные страны. И, знаете, очень символично, что вот сейчас мы находимся в храме всех святых. Именно здесь, в торжественном белом зале, состоялось и подведение итогов конкурса, основные задачи которого – выявление и распространение перспективного педагогического опыта, изучение русского языка и литературы, повышение мотивации педагогов к творческому, саморазвитию и профессиональному росту. Бронзовым призером конкурса стала учитель русского языка и литературы Нижегородской школы номер 183 Мария Лихалат. Я построила свой урок на каком-то искреннем, наверное, разговоре с детьми. Разговор был о каких-то простых, понятных, наверное, каждому вещах – о любви, о музыке, о природе. Все это нам близко, и все это окружает нас всегда. И, как мне показалось, ребята откликнулись именно душой. Следующий, десятый юбилейный конкурс организаторы планируют посвятить роману Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», а также пригласить победителей прошлых лет для проведения открытых уроков, которые будут транслироваться в прямом эфире. Любовь Курьянова, Андрей Челышев, специально для телеканала «Русский мир». И в продолжение темы образования накануне состоялась первая межшкольная научно-практическая конференция «Русский язык как национальное достояние народов России». В мероприятие приняли участие руководители образовательных организаций, представители ведущих вузов России. Подробности в материале Екатерины Матвеевой. Личность является продуктом языка и культуры. Это свидетельствует об огромной роли, которую в воспитании человека играет язык. С первой минуты жизни ребенок слышит звуки родной речи, которая в дальнейшем даст ему представление о мире, о системе ценностей, о морали и поведении. Однако сейчас современные родители все чаще и чаще стремятся обучить своих детей иностранным языкам, но при этом перестают уделять достойное внимание развитию родной речи. Во многом эта мысль и побудила организаторов межшкольной научной практической конференции «Русский язык как национальное достояние народов России» провести встречу руководителей образовательных организаций, представителей государственных органов и ведущих вузов России с целью привлечения внимания как педагогов, так и обучающихся школ к истории, культуре и традициям русского народа через призму русского языка. У идеи проведения нашей конференции, конечно, есть вдохновители. Это учителя русского языка и литературы, это учителя иностранных языков, это учителя истории, потому что русский язык тесно связан с историей, русский язык тесно связан с культурой нашего народа. Почему эта идея родилась в школе? Потому что школа сегодня стоит на этапе воспитания молодого поколения, подрастающего. Поэтому роль школы в этом чрезвычайно велика. И в основе этой роли, конечно же, язык, язык, который способен воспитать, привить любовь к своему отечеству. На конференции выступили докладчики по шести направлениям, в каждом из которых с разных сторон обсуждался русский язык как основа духовности нашего народа и средства международного общения. В этом году конференция проходит впервые, однако уже сейчас организаторы постепенно начинают планировать следующую встречу. Надеемся, что наша конференция стала лишь только началом для работы по возрождению силы, красоты, мощи языка. И уверены, что к нам подключатся другие образовательные организации. Мы планируем, чтобы эта конференция проходила ежегодно. Сегодня на школах лежит огромная ответственность в формировании чувства патриотизма среди подрастающего поколения. Поэтому такие конференции, несомненно, нужно популяризировать и проводить как можно чаще. Екатерина Матвеева, Равид Гор, специально для телерадиокомпании «Русский мир». Лапта станет гораздо ближе. Прелести народной игры совсем скоро дети будут познавать на уроках физкультуры. Однако в некоторых российских школах в лапту играют уже более 20 лет. Где именно, узнаем в следующем материале. На Всероссийском форуме школьных спортивных клубов, который проходил в Казани, министр просвещения и спорта поддержали предложение официального присутствия лапты в рамках физической культуры. В настоящий момент в Министерстве просвещения России систематизируют и оформляют школьную программу, касающуюся этого модуля. Тренер школьного спортивного клуба Игорь Панюшев из города Тутаево Ярославской области уверен, лапта – это игра на все времена, которая развивает силу, скорость, внимание, логику и расчет. Вот этот инфоповод, он на самом деле может сыграть хорошую роль. И действительно, учителя услышат о том, что «О, есть лапта». Да, даже как минимум они услышали, что такая игра есть, они услышали, что ее можно включить в уроки. И если учителю физкультуры хочется разнообразить урок игровых, вот у нас по четвертям разбита программа в школе. В начале года это больше легкой атлетики и каких-то уличных. Середина года – это вторая четверть, гимнастика, третья четверть – это уже игровые виды спорта. И есть целый блок народной игры. На сегодняшний день старинная русская забава в России признана официальным видом спорта. У нее есть своя федерация и четкие правила. В общих чертах они следующие. На площадке чертятся две параллельные линии, а игроки разбиваются на две команды по 5-7 человек. Защищающаяся команда размещается в поле, то есть между двумя линиями, а атакующая – с краю. Задача игрока – ударить битой по мячу и пробежать до противоположной линии и обратно, не попав под пойманный противником мяч. За удачный ход команда получает очки и прав на следующий удар. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков за установленное время. Если проанализировать, какую роль лапта выполняла в народе, в нашем большом многонациональной стране, то это игра, которая связывает как раз-таки. У нас вот сейчас актуальный момент был День народного единства. В школах на разговоре о важном говорили, что мы разные, но мы вместе. Лапта – это самый действенный инструмент для того, чтобы напомнить разным народам нашей страны, разным национальностям, что у нас много общего. В культурах разных народов есть немало игр, сбитые мячом, похожих на лапту. Английский крикет, немецкий шлагбат, румынская ойна и, конечно же, американский бейсбол. И хоть американцы считают его своей национальной игрой, прообразом бейсбола, скорее всего, стала именно лапта. В образовательной среде лапта живет благодаря тому, что тренеры-энтузиасты не дают игре погибнуть в забвении, набирают детей, обучают их, возят на соревнования. Такими энтузиастами являются члены команды «Мастерская лапты» Всероссийского движения любителей этой игры, которая призвана сделать ее вновь популярной командной игрой среди детей, молодежи и взрослых, как это было и в Советском Союзе, и в Российской империи. Для приближения этой цели игре стал сам создавать спортивный любительский инвентарь для лапты. Ну вот такая вот бита, вот она немножко помещается. Вот она ни толстая, ни большая, достаточно. Ну вот это такой детско-подростковый формат, которым можно сделать хороший удар, отправить биту далеко в поле. В условиях, когда наши команды отстранены от участия в международных соревнованиях, мы могли бы сконцентрироваться на своих дисциплинах, подчеркнул Игорь. А еще он уверен в связующей нити этой игры, объединяющей разные поколения, детей, мам, пап и даже бабушек и дедушек, которые, по его словам, с удовольствием вспомнят правила народной игры. В магазинах сети «Пятерочка» приступили к празднованию дня рождения буквы «Ё». Недели русского языка вовсю проходят в Москве и Московской области в рамках проекта «Центры местного сообщества». В интерактивные мероприятия, не отходя далеко от косы, погрузилась наша съемочная группа. «Центры местного сообщества» — это проект торговой сети «Пятерочки» в направлении хэштег «Забота о сообществе». В рамках него на территории магазинов создаются площадки для реализации разнообразных социальных и культурных инициатив неравнодушных жителей, некоммерческих организаций, творческих коллективов, школ, культурных центров и социальных предпринимателей. Наш проект, благодаря которому мы проводим в этой «Пятерочке» день буквы «Ё», называется «Забота о сообществе». От торговой сети «Пятерочка» мы сотрудничаем с двумя благотворительными организациями. Это фонд «Хорошие истории» из Самары и фонд «Добрый город Петербург» из Питера, соответственно. Эти акции пройдут и в Самаре, и в Санкт-Петербурге, и в остальных городах, в которых присутствует наш проект. Первое, что это мы организовали для жителей конкурс рисунков. Каждый ребенок, который придет в магазин со своим рисунком, на котором изображена эта буква, получит у кассира вкусняшку. Дальше все люди, которые ходят между полками и выбирают какой-то товар, могут столкнуться и изучить некоторое количество фактов о этой букве. Сейчас я добавлю несколько в эту информационную копилку. Отличительная особенность магазинов «Пятерочка», которые являются частью проекта «Забота о сообществе», это наличие оборудования. Например, полки для обмена книгами. На эту полку каждый житель района, как и любой покупатель, может положить не только книги, но и другие полезные мелочи, в которых он больше не нуждается. Также крайне важный инвентарь, который обычно появляется в проекте благодаря нам, это доска добрососедских объявлений. Здесь каждый желающий может рассказать о том, что он делает, и, ну, может быть, как-то получить за это какую-то выгоду. Самое ценное, что когда-либо я видела на доске, это предложение поделиться чайным грибом. Но самым интересным событием акции, по мнению посетителей, является квест, который организовали ребята из молодежной палаты по району Черемушки, как для взрослых, так и для детей. Мы здесь представляем день буквы «Ё», день рождения буквы «Ё». У нас здесь точка с 18 веком, а именно собрание академиков у Екатерины Дашковой. Это женщина, которая первая эту букву, соответственно, предложила использовать. Ее, конечно, не сразу начали использовать, но впоследствии ее популяризировал Карамзин, и дальше уже пошло распространение. На сегодняшний день мы провели огромное количество мероприятий, от каких-то встреч с писателями, ролевых квестов до рок-фестивалей. В целом мы никак себя не ограничиваем, и безумно рады то, что мы сегодня смогли подключиться к какой-то действительно программе, которая дает напрямую столкнуться с людьми в реальной жизни, а не целенаправленно пришедших куда-то. Сейчас в проекте задействовано 9 регионов и более 300 магазинов. В каждом из них ежемесячно проходит хотя бы одна социальная акция – творческий концерт, мастер-класс, выставка или экологический сбор. Команде проекта важно сформировать сообщество неравнодушных жителей, которые хотят сделать свой город лучше. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего вам доброго и до свидания.